Всем привет-привет! Пришла домой, начинаю новый влог, прошлый закончила снимать и да, сегодня все тот же первый день моей диеты, но просто другой уже влог. Короче, взяла листья салатика, капусту пекинскую, потом редиску, после видео Ани, кстати, мне захотелось реально редиски Энн Купер, она вот как раз рассказывала про то, что на редиску время ела. Нашла себе сырок 15-процентный, морковки не было нормальной, взяла такую, ночью знаю, захочу погрызть. Сельдерей, ни разу в жизни не ела в чистом виде сельдерей, решила взять тоже, может быть, думаю, какой-нибудь коктейльчик себе сделаю сельдереем, а сейчас я, скорее всего, буду взяла себе сыр, творог и кефиром, наверное, залью, подфлащу агавой немножко, а потом уже что-нибудь из овощей погрызла. Сейчас пришла на работу, это уже следующий день, и давайте от покупок еды перейдем к покупкам косметическим. Получила вот в такой бангерольке, мне пришел заказик от сайта Рандеву, и они, оказывается, о, о, мега перфюмы, как-то так. Было все запаковано таким образом, ну, я уже вытащила и даже подушилась. Короче, я очень сильно хотела один парфюм, пробник которого мне попался. Я просто настолько сильно в него влюбилась, что мне захотелось это Крит, Чоколайт Крит Монталь. Я взяла 20 мл, была учтена скидка 15%, и стоимость доставки была почтой бандеролю первого класса 215 рублей до моего города. Да, и вот, как видите, сайт Рандеву. 10.04 мне отправили, а на прошлой неделе в пятницу, то есть это получается, сейчас скажу, 15-го я уже получила, но смогла забрать с почты только сегодня. Потом мне вот здесь, значит, такой мешочек. У меня уже есть манго-манго, я вам, кажется, не показывала. Брала вообще без теста какого-либо, но немножко то не мой все-таки аромат. А вот этот мне безумно понравился. Здесь клипсы, ну, стандартно, все знаете, это мой второй аромат. Он от Монталь, никогда раньше я не проникала. И мне нравится, что это, знаете, такой аромат шоколада с ванилью, такого немножко прогорьковатого шоколада. И вот мне действительно поднимал он сильно настроение этот аромат, и мне захотелось его взять. Так, что здесь, что здесь. Рандеву, их контакты. И вообще сайт очень классный, вы знаете, столько там всего. И пробничек какой-то Элизабет Тарден. Не знаю, так как я в парфюмах вообще не сильна. Какой-то вот такой вот пробничек потом послушаю и, наверное, расскажу вам. Какая целая, хотела показать, что взяла сегодня на обед. Утром скушала творог и подсластила Агавой. А на обед взяла салатик. Единственное, мне мама в последний момент добавила кукурузку. Блин, и не нужно было ее брать, честно говоря. Добавлять сюда. Ну, здесь салатик, морковочка, листья салата, листья капусты. И также здесь яичко. Ну, яйцо просто лежит. Так, у меня сейчас будет тоже на ужин. У меня будет салатик, огурчики, помидорчики, редиска, петрушка. Ну, в общем, кинза. То есть такой, естественно, овощной. Мне сегодня написали, не хочу ли я начать снимать опять на второй канал. И вот, не знаю, может, правда разделить. Или вам удобно смотреть в таком формате влогово. Мне удобнее снимать так, что считаете вы. Буду ждать ваше мнение. Ну, что, друзья, хотела показать вам. Сегодня забрала свой заказик. Я из Фаберлик. И давайте покажу быстро, что я заказала. Мне очень нравятся вот эти альгинатные маски. Я действительно ими настолько довольна, что я заказала снова три себе маски. У меня уже был лифтинг. У меня был ровный тон. И матирующий их я все уже делала. И вот не было у меня энергии витаминов взяла на пробу. Ну, и вот эти, соответственно, я повторила. К ним еще идет спрей. Одной вот такой масочки хватает на одно применение. Что касается лифтинга. Я думаю, вообще взять и все-таки сделать серию. И ровный тон вот буквально несколько дней назад делала, выкладывала в Инстаграм. Действительно, вот кожа светлеет, выравнивается. Просто потрясающий эффект. Ну, по крайней мере, на мне это работает. Заказала себе карандашик Каял. И у меня вот такой вот Каял. Вроде же это он же. У меня есть в черном цвете и есть в коричневом. Но сейчас меня просто распирает на зеленое. Вот не знаю почему, но вот такой какой-то зеленый, изумрудный цвет. Ну, вот я так быстро одной рукой попыталась сделать. Сейчас, наверное, сделаю более интенсивнее. Но это, кстати, по-моему, другой карандашик. Но в любом случае я оставлю ссылку. Цвет, кстати, красивый. Мне нравится. Так что с удовольствием, как всегда, буду пользоваться. Повторно взяла стиральный порошок. Пробовала и в оранжевой упаковке. Мне нравятся их стиральные порошки. Там есть ложечка мерная. Хватает их надолго. Здесь один килограмм. Отстирывает замечательно. Нравятся также их кондиционеры. Я беру ультракондиционер яркость и белизна. Потому что действительно хорошо отбеливают. У меня сейчас много светлых белых вещей. Поэтому необходимо. И нравится мне аромат вот этого зелененького ультракондиционера. С аромокапсулами. И здесь, получается, я не знаю, с чем он именно. Но вот мне его аромат нравится. Сейчас больше всего заказала его. Далее не было у меня вот такого лакомства для тела. Это лимонное монпассье. Отшелушивающий скраб для тела. Выглядит он, видите, он такой жиденький. Нет, наверное, вам не видно. Но я вижу, как он там переливается. И сейчас попробую открыть. Жаль, что вы не видели, как я открыла, плюснула все мне на лицо. Аромат просто потрясающе. Пахнет лимоном, знаете, таким натуральным, с сахаром. И у него приятная-приятная такая консистенция. Он действительно, вот эти шелушинки, это будет мягкое-мягкое отшелушивание. Знаете, что мне напоминает? Напоминает веледовский березовый скраб антицеллюлитный. Вот правда. Он чем-то на него похож. Так что с удовольствием буду пользоваться. У меня есть вот такое вот лакомство. Ванночка для ванны с малинкой. И сейчас я взяла с ванилью. Просто они у меня уходят на ураль. Кстати, надеюсь, когда-нибудь я все-таки сделаю маникюр. Хожу уже неделю без маникюра. Вот, поэтому, да, обожаю, обожаю. И взяла. Мне нравятся средства для интимной гигиены. И я взяла, у меня вот такой вот уже есть. Только взяла в таком обычном тюбике, чтобы перелить потом дозатор. Хотя вообще, может быть, даже сейчас я оставлю. Удобно для поездок будет с собой брать. Он такой небольшой. А вещь эта незаменимая. Здесь 75 мл. Ну, наконец-таки, не прошло года или два, как в тренде флеш-тату. И я хотя бы у Фаберлик себе заказала вот такую флеш-татушку. Не знаю, куда и как я ее себе прилеплю. Но, тем не менее, я ее взяла. Скажите, кто-нибудь заказывал? У меня здесь передо мной каталог их лежит. Кто-нибудь заказывал платье Фаберлик? Просто я смотрю, так вещи их пользуются популярностью. Сегодня при мне женщина вот такое платьице вытаскивала. Правда, было такое симпатичное. Белье покупали, не покупали. Вот было бы интересно узнать. Кстати, знаете, что я брала? Мне их мыло нравится. И, по-моему, здесь сейчас какая-то акция. Суперцена 39 рублей. Вот, я уже знаю, что я наберу. Я возьму себе мыло. Так, ладно. На этом, пожалуй, закончим свой обзор Фаберлик. Была сейчас в магазине. Крестница хотела что-нибудь купить. Уже не знаю, с чем удивить. Чудо-зверюшки. Мне так понравилось. Сказки. Ну, не сказки, а вот. Потом раз, там другая. Вообще супер. Думаю, что ей понравится. Я еду на реснички, а потом, потом я поеду красить волосы. Главное, чтобы меня кума не сподвигла к подстрижке челки, потому что не хочу челку отращиваю. Хочу, наверное, ходить без челки. Тем более, вы мне пишите тоже, что мне идет. Ну, как-то, как-то так хочу. Я шел в буток легче. Не знаю, посмотрим. Может, в итоге я ее все-таки обстригу. Кстати, сегодня из дома я вышла в очочах. Я уже не помню, с какого именно китайского сайта они мне приходили. Так, сейчас я их криво на себя нацепила. Короче, вот такие очочи. Я как дурочка, да? Честно говоря, они мне нравятся. Я бы себе взяла бы такой формы. Какие-нибудь фирменные очки. Ну, может быть, чуть-чуть другое. Они немножко опущенные. Чуть-чуть более приподнятые. Я бы взяла бы. Слушайте, хвалила погоду, что у нас тепло и хорошо. И резко что-то погодка как-то подизменилась. И стало не так уж тепло и хорошо. Вот, закон бумеранга. Только что передо мной выехал резко прям выехал чувак. И тут же перед ним вздает машина. И тоже резко перед ним выезжает. Вот я говорю, закон бумеранга, он работает. Ты пропускаешь, тебя пропускает. Ты не пропускаешь, ты долго стоишь. Вот и все. Все очень просто. Слушайте, как мне неудобно, правда. Вот. Потом, что-то хотела я вам еще рассказать. А, мне вчера в инстаграм писали, что я конкретно подсела на Фаберлик, что ли. Я, кстати, может быть, скоро и не буду уже заказывать. Не знаю. Пока вот маски, такое все, почти все попробовала. Теперь у меня еще тоники, некоторые кремы хотелось бы попробовать. Но, опять-таки, уход от Фаберлик, именно крем ночной, дневной для глаз, яя, там, сыворотки. Ну, я не хочу брать, и мне это не нужно, потому что я даже сейчас на своей любимой фарме, как бы мне не хотелось пробовать очень многое, я ничего не заказываю. Потому что, ну, реально сейчас переизбыток. И нужно всем пользоваться, как можно, в более таком ускоренном режиме и самой. Все-таки я одна. И так в холодильнике много средств. Сейчас на пробнички переходила. Если получится, то я думаю, что сегодня вечером я сниму тоже такой уходовый вложик, где покажу всем, чем я пользуюсь именно вечером. То есть, чем я сейчас смываю макияж. Ну, вот весь вот этот вот процесс демакияжа. Я, скорее всего, сниму такое видео для вас. И вообще планирую, не знаю, будет ли вам интересно, хотите ли вы такое видео, где просто, буквально вчера посмотрела у Елены 864 видео, где она просто показала все средства, которые она использует. То есть, начиная с процесса умывания, заканчивая, там, кремами, сыворотками какими-то. То есть, может быть, я думала тоже показать, рассказать вам свое мнение, потому что средств у меня очень много. И все не новое, все, что уже там я использовала долгое время, естественно, уже такое мнение точное, конкретное. Думаю, может быть, да. Надеюсь, сегодня, приехав домой, я все-таки сделаю этот свой несчастный маникюр, который я уже третий влог подряд пытаюсь сделать. И просто влоги раскрою вам секрет, снимаю. Сейчас я почти каждый день, и буквально там максимум за два дня я компоную один влог. Так что, вот такие вот делишки, вот как получилось. Естественно, мне очень нравится такой формат видео. Я вчера спрашивала у вас, выкладывая влог, нравится ли вам, где я просто, как раньше, я раньше начинала свой канал, именно когда меня запрашивали снимать влоги, именно с того, что я вот так вот показывала во влоге все, что я хотела, все, что у меня происходит за день, все, что вот просто мне хочется вам показать, рассказать. Это и покупки, и какие-то просто события. Сейчас, к сожалению, я не могу вас брать везде с собой в плане съемки, да, на какие-то мероприятия, на которых я бываю, потому что это все в основном лично, и, ну, скажем так, в отличие от многих других блогеров, я не хочу свою личную жизнь афишировать, и не то, что даже я не хочу. Мне кажется, это не, ну, с моей точки зрения это сейчас неправильно, вот. Я сейчас это делать не хочу. Когда-то я это делала, когда я была еще замужем. Но я понимаю, что нет, я не хочу, и зачем мне семья есть семья, вот, вот и все. Так что, как бы, это не то, что там какие-то обиданные, это еще что-то, ну, просто у каждого человека должно быть все-таки, я пришла к этому мнению года полтора-два назад, что должно быть свое личное пространство. Вот, слушайте, я из этого салатика, который я забыла, уже минут 10 потеряла. Мне в 12-15 максимум нужно быть уже на месте. Вот, смотрите, вот, вопрос, успею ли я? Надеюсь, что успею. Так, ладненько, все, сейчас быстро забегу, и потом покажу вам, что это был за салат. Не поверите, специально остановилась для того, чтобы начать продолжить снимать влог, и на этом его и закончу. Я просто хотела узнать ваше мнение, девчонки, я все за своей пчелкой. Вот сейчас я ее убрала, сейчас она у меня так, я немножко сделала, ну, так, руками боковой, типа пробор, короче, ничего на самом деле не видно. После ресниц я сделала реснички, после ресниц просто нереально, чтобы пчелка моя была нормальная, не замусольная, потому что руки ее лежат как раз на моих волосах, на челке, ну, и, соответственно, все это кошмарно выглядит. Мне просто интересно, как вам вот так вот, если я на бок делаю, нравится, не нравится, идет, не идет, но мне непривычно, мне, если честно, не очень нравится, я скажу уж откровенно, но, тем не менее, понимаю, что, наверное, все-таки мне хочется ее отрастить, опять, что это какое-то удобство. У меня такой маленький лобик, у меня, в принципе, красивые свои брови, и, да, у меня сейчас на бровях, кстати, нет ничего, кроме прозрачного геля, ни карандаша, ничего, то есть у меня вот свои такие брови, красила их недели-две назад перед отъездом, даже три, наверное, недели назад, получается, нет, две. Вот, так что, не знаю, сейчас, думаю, моська, моська моя похудеет, зубки хочу отбелить, ну, такими более-менее щадящими средствами, на iHerb заказала один такой наборчик для отбеливания, потом вам покажу и расскажу обязательно, но хочу, да, хочу я их отбелить. Реснички сделала себе, кстати, я натуральные, не так, как я делаю все эти, весь этот год, сегодня ровно год, как я наращиваю ресницы. Обычно я делаю двойной объем, но в этот раз мне захотелось чего-то более натурального. Я сделала более тонкие ресницы, их сделала короче, и сделала объемчик я уже себе не такой. Так что посмотрим, еще не присмотрелась сама, ну, в общем. Короче, с этой кофтой маленько я опозорилась, у меня вот эта кофта с шеин, опозорилась в том плане, что лежала я у нее на кушетке, светлое покрывало там было, и когда я встала, все подо мной просто было вот в этих чешуйках, какое-то черное, какое-то непонятное, честно скажу, мне прям стало как-то стыдно, то есть сразу себя палить некачественной вещью, блин, ну, расстроилась, потому что, в общем, мне эта кофточка очень-очень нравится. Ну, вот такая вот история со мной приключилась. Пока не забыла и не съела, уже начала ее снимать, значит, у меня типа салатик, здесь пекинская капуста, здесь листья салата, редиска, морковка и один огурчик, ну, в общем, здесь такая бодья, это мне на весь день. Я так думаю, еще яблочки потом зеленые добавлю. И шла домой, меня здесь ждет салатик, как вчера, по-моему, да, такой же, как вчера на ужин, и яичко. Аллилуйя, я переборола свою лень, сделала себе маникюр, никак не выложу, кстати, видео про маникюр. Вот такой вот мне очень нравится, это лак от Эсси, полюбила я их лаки. Это 879 номер лака, очень насыщенный, синий, такой красивый. И мне нравится, когда-то мне кто-то из вас, девчонки, посоветовал Ева Мозаик, спасибо за то, кто мне посоветовал брать их топовые покрытия. Вот в данном случае у меня есть несколько их вариаций. Сейчас у меня зеркальное сияние, сушка, закрепитель недавно покупала. Супер, очень-очень нравится. Но за основу я брала от Сиель Парфюм, забыла взять с собой тоже. Ну, в общем, мне нравится цвет. Ногти хотела сначала опять под корень сделать, но потом думаю, ладно, они и так короткие. Потом хотела рассказать вам еще немножко, вот у меня на столе лежит несколько бальзамов. Локситан с карите, с маслом ши. Очень мне нравится вот этот бальзамчик. Ну, у меня это миниатюрная вариация, уже практически закончился. Губы становятся такими мягенькими-мягенькими. Настолько приятными, настолько он хорошо за ними ухаживает, что действительно очень-очень я им довольна, на самом деле. Что касается двух средств от Иос, это крем для рук от Иос, тоже я недавно, помните, заказывала. Обязательно вам оставлю ссылочки на эти средства. И крем у него такой приятный, не навязчивый, отнюдь не огуречный. Аромат, действительно приятный. Здесь его, конечно, мало, совсем-совсем такая каплюшечка. Но, тем не менее, он такой, знаете, увлажняющий. Он ручки моментально увлажняет, такие они лоснящиеся становятся. Очень мне тоже он понравился. Я не скажу, что у него такой прям вау какой-то эффект, но на самом деле понравился. И мой любимый бальзамчик от Иос почти уже закончила. Это вот то, что передо мной просто здесь на столике лежало. Я его буквально вам показал. Ладно, спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. Надеюсь, что вам был интересен этот влог и в какой-то степени полезен. До новых видео. Пока-пока.